Ответы на часто задаваемые вопросы. Прежде чем передать слово полностью Алжас, у нас есть два момента, которые стоит остановиться. В первую очередь, вращаю внимание на кучу книг, которые фонд Эбби Хоффмана передает в нашу библиотеку. Мы за это безумно вам благодарны. Пример настоящей солидарности. А также до начала мы в этом цикле решили делать его более аттрактивным. Надеюсь привлечь больше людей, так как это ликбез, более ясным, понятным. Поэтому, сотрудничая с Джошиком Мурзахметовым, мы на каждой лекции показываем мультик, который должен как-то так вот... Это своего рода такой анимационный комментарий к тому, что будет говориться на лекции. Если в прошлый раз мы заканчивали таким комментарием, то сегодня мы таким комментарием начнем. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Свой смысл, своё значение подлинное. И изначальный смысл подменяется клиповым сознанием. Набором каких-то образов, которые по идее связаны как-то с этим словом. Эти образы могут отражать более или менее адекватно, могут не отражать вовсе. С марксизмом произошло последнее. То есть, мы говорим слово марксизм, у человека в голове, у любого из тех, кто не посвящен, всплывает, не знаю, там, школьный уголок старый, где лежат линявшие знамена, вымбелы с бахромой, памятник дедушке Ленину, покрытый паукиной, и все такое. То есть, если по ощущениям ситуации, то это застой, мертвичина, прошлый век, то есть отсутствие жизни, так скажем. Это уникальное, наверное, такое постсоветское, или даже уже централизиатское понимание, ну, постсоветское в целом, то есть, поскольку все эти годы марксизм как бы не умирал, то есть была попытка в 90-е похоронить его, но тем не менее в университетах западных, в зарубежных шли дискуссии, это оставалось востребовано ночным методом, в политике он также, была попытка вычистить его, оказалось, что не очень-то получается, то есть у нас остались политические институции, которые заявляли, оправданно или не очень, что они следуют марксизмедокси. То есть, что произошло на посоветском пространстве, если в советское время, начиная где-то с 30-х годов, мы имели псевдомарксизм, выразац, то есть, поскольку подлинное учение, подлинное научный метод, не соответствовал требованиям момента политического. То есть, бюрократии нужен был набор догм, очень понятных, не терпящих никакого конфликта, никакого воспарения, которые надо было просто толтычить, то есть, не было работы. То есть, товарищ Ставин закончил дискуссию, в буквальном смысле закончил, то есть, на какие-то вопросы, если возникали в печати, он лично отзывался статьей, после чего, естественно, было, что все, никто не будет с ним спорить. Товарищ Ставин всегда прав. Это не значит, что в советское время он совсем умер. То есть, были в послесоставинское время уже и Ильенков, и Михаил Гефтер, Григорьев, и еще ряд советских марксистов, которые работают в НИИ, в Институт философии, тем не менее, пытались что-то там, какие-то наработки сделать. Как правило, в областях, не связанных напрямую с политикой. Это было небезопасно. По многим причинам. Но в области теории прибавочной стоимости, диалектики, то есть, на категориях, в которых начальство само не очень понимало, были эффективные достижения, были интересные наработки. Вот то, что оказалось уже политического измерения, все. То есть, дискуссии, естественно, заканчивались. В числе для советских марксистов официальных отчислений из вузов, из работы, как с Сыненковым было, например, многолетние поиски работы у него. Ну, а тех, кто делал это в бэкграунде, в диссидентском, для них были тюремные сроки. За издание марксистских журналов, за то, что люди называли себя марксистами. Ну, не в том смысле, не в советском. Так, в 90-е годы, естественно, никакого возражения быть не могло, поскольку вчерашние учителя, историки ПСС и марксисты Ленинцы моментально прениковались в профессиональных антикоммунистов, либеральных, неолиберальных, черносотниных, то есть, кто-то было надеяться на какое-то возрождение. В России, например, на Украине в последние годы оно началось. Появляются новые активисты, новые художественные активисты и ученые. Появляются и приверенности марксизма. Опять же, можно спорить, оправданно или нет. То есть, появилась некая локальная мода на него. Даже на неких конкретных авторов, типа Лившица, который в советское время был символом советского культурного традиционализма, абсолютно был неприемлем. А теперь стал любимцем авангарных поэтов и художников. Тоже такой отдельный парадокс. В центральной западе трудно говорить о попытках возрождения или просто возвращения интереса к нему. Все очень тяжело. И вот наша работа штаба и фонда Ильихов, это попытка привлечить внимание людей. Марксизм, объяснить, что такое подлинный марксизм, не говорите, что это достоинство. Просто, что такое подлинное, люди понимали. Вот это и есть. Ну и начать, пожалуйста, с вопросов, которые возникают после уже образов самых таких примитивных, потом более-менее осмысленные вопросы. Вопросы, как правило, их прям глупые. Ну вот, в чем их надо? Что же делать теперь? Первый, который напрямую, на самом деле, не касается его, это о революциях. Вы призываете к революции, как это вообще можно? Сами частыми. Да, это хороший ужас. Шеномарксизм – это научная дисциплина, то есть напрямой корреляции нет. То есть первые революции были, не марксисты совершали, то есть невполне понятен лица. Ну, так, чтобы быть, ответим, если. Говоря о кровавости революции, люди каким-то образом не видят кровавости статус-кво, стабильности. Между тем, мы знаем, что каждые несколько минут в мире умирает голодый человек, сотни миллионов людей лишены доступа к чистой воде, водопроводу, с сценарным туалетом. Это вот то, что данные ООНовские абсолютно, официальные. Но это не считается кровавостью. Ну, потому что кровь не течет в буквальном смысле. Не имеются в виду военные конфликты, наркопреступность, смерть, опять же, от голода, от бедности, от всех сопутствующих явлений. Хотя, если посчитать просто статистику, то выяснится, что разница в ножницах не такие уж и большие. То есть мирное время и гильотина условная. Следующий вопрос тоже очень часто задаваемый. На самом деле, феерический по своему, по абсурдности. Его часто задают лидерам компартий постсоветских. Вот, дескать, как можно видеть марксизм и глупого рынка, когда надо дворить капитализм. Тут просто сегодня умный район заходит. Марксизм – это много о капитализме. Он появился в эпоху капитализма, как адекватный ответ на него, чтобы его объяснить. Он в эпоху капитализма стал еще более актуальным. Как я уже сказал, в советское время людей часто не интересовала социологическая составляющая марксизма. Было непонятно, к чему все это. Потому что государство общество не было капиталистическим, как и социалистическим. Чем оно было? Это отдельный интересный вопрос. Так что теперь как раз-таки тут бы и задуматься, тут бы и заинтересоваться. Так что вопрос принадлежит мимо абсолютно. То есть раз капитализм, значит марксизм актуален вновь. Безусловно, он нуждается в какой-то модификации, в обновлении. Это кончится ли со стороны других учений, не обязательно марксистских. Но это... То есть его бутуальность не поджигает сомнений, на мой взгляд. На самом деле все вопросы о марксизме, они друг друга повторяют на самом деле. Являются модификациями одних и тех же трех-четырех. Ну, раз уж опять-таки их люди с таким упорством толпычут, хорошо мы ответим. Что-то неудача советского опыта прожигает марксизм. Она не прожигает его, она скорее объясняет, утверждает некоторые выводы его. То есть Маркс сказал, ясно сказал, что социализм приходит к новому учету, возможен в странах, которых капитализм сильно развит и преодолел свое развитие уже. И нуждается в новой формации. Советский СССР подтвердил, что без преодоления технической отсталости, культурной отсталости, которую он все-таки не смог преодолеть в итоге. И смотря на все позитивные свершения, то есть вот, собственно, и ответ. И крах советского проекта доказывает, что марксизм был... марксистская докса была верна. То есть советская бюрократия, которая захотела стать правящим классом, иметь в своем распоряжении средства производства, она и приватизировала просто-напросто. То есть и ключевая догма марксизма о приоритете частных интересов над общественными, она показала себя во всей красе. Поскольку было сомнение, что бюрократия пойдет на эту приватизацию, на демонтаж советского строя, поскольку это будет ударом по имперскости. То есть, возможно, развалить державу из-за частных интересов. Как видим, можно. Империализм здесь не мешает. Имперские амбиции. Следующее, это то, что марксизм... Ну, в разных модификациях звучит, все три можно назвать. Марксизм сосводит к экономике, к стяжательству. Другой вариант, что в марксизме нет человека, Леонид отрицает его, не видит еще как-то. В общем, страшные обвинения всевозможные. Как раз таки Маркс задался вопросом, то есть, почему в эпоху капитализма, в которой он жил, в которой он выявил, почему частные интересы, капитал, почему он стал так важен? То есть, почему раньше люди друг друга убивали на дуэлях из-за вопросов чести, а теперь из-за капитала? То есть, что изменилось в людях? Почему они стали другими за пересчитанные столетия, то есть, для времени, небольшой отрезок для истории? Ну, и здесь вытекает уже незнание раннего Маркса. В частности, советскими идеологами, в частности, большевиками. Такие работы, как философско-экономические рукописи 1844 года, были в 1932 году, до них никому не было дела, другие были проблемы в мире и в Европе, в частности. Их просто не заметили. Там этот ранний, как называют его гуманистический Маркс, обращал внимание на проблему человека, проблему отчуждения, и впоследствии он от свеки не отказался. При желании можно их найти и в капитале, и в немецкой идеологии. Просто это не тот тип мыслителя, который возвращается к идеям снова и снова. То есть, закончив одну мысль, он переходит на другой. И впоследствии, повторений у него можно не встретить таких. Опять же, если это вопрос... Ну, я кому-то пока что не рассказал, я с удовольствием поясню на конкретных примерах. Модификация тоже вопрос разных. Модификация первого вопроса. Октябрьская революция и прочая революция ни к чему не привели. К слову, они не нужны. То есть, их кровавость, большая или мимая, не оправдана. Привели много к чему. То есть, конкретно все, что мы сейчас имеем, все сидящие в зале, то есть, второй выходной, восьми часов рабочий день, оплаченный отпуск, общественный транспорт, все социальные блага, минимальные, уже изрядно подъеды капитализмом диким, все благодаря революции. Не только Октябрьской, благодаря всем предшествующим. То есть, правящие классы никогда не идут на уступки классно-народным, так называемым, низовым. Просто так. Потому что им хочется править гуманизм. Только после применения насилия или угрозы насилия. Очень такой убедительный. Когда твердо пообещают, твердо можно пообещать, что будет плохо. То есть, еще хуже, чем можно. Тут, ну, такой вопрос, якобы комплементарный, на самом деле, такой очень лукавый подход. Детский Маркс, конечно, во всем прав. Он клевый чувак. То есть, все, что критика капитализма верна, конечно, и актуальна. Ну, какая конкретно его утопия, предложение нового общества, это себя не оправдало. По таким причинам. Но этот вопрос долго на него можно отвечать. Это не аргумент, конечно. То есть, тот факт, что такого еще в обществе нигде не было построено, социалистического, ничего не доказывает. То есть, с точки зрения нашего предка, скажем, 500 лет недавности, лишь полдвека, даже 200 лет назад, нижний мир – это утопия. Абсолютно во всем. Отношение людей, я уж молчу про технику, социум – это для него невозможная вещь. Абсолютно. Если бы кто-то крепко пообещал, что так будет, он бы не согласен, скажу, что это утопия, и можно не заморачиваться. Я уж молчу о таком примере, как первобытное общество, лишенное и государства, и капитала, не первобытной, средневековья. В первобытной Исландии это фактически без государственного общества. Я не думаю, что это коммунизм ни в коем случае. Это не позитивный пример, но факт, что когда-то Люли не имел значения частная прибыль, погоня за ней и прочее благо. Ну, такой, да, специфичный републик любит козырять. Иногда раздельно, иногда вместе оба дула. Так что? Маркс – это русофобия по антисемит. Ну, что русофобия это... Русофобия была, да. на самом деле и очень такая в основном в ранние годы такая, ну, ну, то есть ну, вроде просто расизма. Почему? Тогда Россия была таким жандармом Европы. То есть Александр Второй Палкин неоднократно говорил, что зальется... То есть, если будет революция в Европе, а тогда это было на повестке дня во второй половине 19 века, то российская армия всегда готова к услугам европейских монархий. Только что мы придем. Отсюда... Ну, как сказать... В принципе, Англия – это страна, которая традиционная русофобия. Мартин в основном сформировался в Англии идейно и политически. Он дружил с Пальмертином... А, нет, парюсь. Забыл фамилию его. С политическим деятелем, который был... В общем, помогал антироссийским восстаниям. В частности, в Адыгее был даже дизайнером их флага. И, то есть, под его влиянием он во многом... То есть, он сравнился в переписке эти вещи, и он пишет англию. Посмотри, что пишет такое-то. Ну, бред же! Он напрямую с интересом. То есть, очень много ему пересылает. Говорит, смотри, а вот есть версия, что славяне – это вот на защиту монголоидов, то есть, как бы, не вполне европейцы. Как думаешь, так ли это на самом деле? И при этом работал уже над первым томом капитала. Ну, что можно сказать? То есть, каждый человек – это продукт своей эпохи. То есть, хорошо, что он преодолел хоть какие-то ее стереотипы. Это уже для него подвиг. Он не мог отойти от всех. И самое главное, что это марксизм был... В раннем марксе была русофобия. Последние годы он заинтересовался Россией, даже учил русский язык, чтобы читать русскую классику и публицистику. Заинтересовался такими организациями, как «Черный передел». Поддерживал связь с первыми марксистами российскими через Веру Засулич. Вот существует ей знаменитое письмо, где он говорил, что, возможно, Россия придет со Союзом минуя капитализм. То есть, у него был очень болезненный вопрос. Был тот личный момент. Во многом на Марсе, как на его русофобские воззрения, повлияли Герцен и Бакунин. То есть, он свои такие вот борьбы с ним политическую, повседневную, перенес на нацию в целом. Ну, это и в современности мы видим сплошь и рядом. То есть, когда люди судят по одному человеку обо всей нации. Ну, правда, надо отметить, что и антисемитизм Бакунин тоже такой пещерный. Он в основном подводительство Маркса сформировался. То есть, он писал к кому-то самому другу, что фунт этого гнусного буржуа Маркса, то есть, евреи вообще такая плохая раса, буржуазная. То есть, это вообще в их духе. Ну, еще так, по поводу антисемитизма уже марксовского. Этот антисемитизм это в духе национальной самокритики. То есть, у каждого народа есть крупный мыслитель, который, если взять которого высказывание о его, собственно, соплеменниках, то можно обвинять его в расофобии, казахофобии, антисемитизме, в чем угодно. То есть, это другой случай. То есть, человек, то же самое нация, имеет право на национальную самокритику. Это надо признать. Ну, потому что, надо вообще термологическое понимание. Тогда слова еврейцы и иудаизы были синонимами. И для Маркса это был синоним капитализма. То есть, именно еврейцы это не слово в Европу торгашество. Культ этого денег, золотого тельца. Опять, насколько это отказано к работе к еврейскому вопросу. То есть, из него при желании можно выработать из контекста. Хорошо, да, это антисемитская брошюра, черносоденная. Это очень интересно, что в последние годы эту брошюру перезадут черносоденные издания российские. А как он так называется еврейскому вопросу? К еврейскому вопросу. К еврейскому вопросу. Или еврейскому вопросу. Как-то так. Видите, это вот сам Маркс, то есть, сын Грабина и это подтверждал. Если вчитаться, там такого уже семитизма нет в современном понимании. Так, тоже особая публика его говорит. Марксизм хочет уничтожить семью. На это отозвался еще сам Маркс в манифесте коммунистической партии. Ну так, провокационный высказал, да, мы хотим уничтожить пошлую буржуазную семью, потому что, ну как, не сколько уничтожить, сколько преодолеть. Вообще, у Маркса нетского уничтожения, у него есть просто немецкий термин из 15 букв, преодоление. Не уничтожение собственности, то есть, там, жить, различить по картичику, преодолеть, сделать ее общедоступной. То же самое с семьей. Изменить ее. А то, что в наше время институт семьи претерпевает жесточайший кризис, то просто видно по количеству разводов, по данным социологов, этому ни у кого не вызывает сомнение. Через два выхода, либо, одни говорят, что выход в том, чтобы вернуться к домострою, как говорили, не очень убедительно, другого выхода в том, чтобы ее изменить. Конкретная форма этого изменения, просто очень дискуссионная, модификация одного из уже прозвучавших, маркзизм отрицает природу человека. А что имеется в виду конкретно, что каждый человек хочет, чтобы у него было больше, чем у других, каждый хочет зарабатывать больше, чем у других, ему будет тяжко, это прозвучало, опять же, в мультфильме, то есть, люди будут чувствовать себя серым быдлом, если у них будет все одинаковое. На самом деле, это очень такое признание, человек очень много о себе признается, когда так говорит. То есть, он расписывается в том, что ему для того, чтобы почувствовать себя вот кем-то, нужно непременно иметь больше, чем другой. То есть, не творчество, не самореализация, не там, не знаю, любовь пышно выражается, а вот то, сколько у меня тачка. То есть, если у кого есть то же самое, то ему не можется абсолютно. То есть, да, ну так сказать, что... Это проблема того человека, который так говорит. То есть, ну, мы помочь не можем, боюсь уже. А, самое-то главное, правда, как ты выглядишь. Тут можно ответить, в принципе, цитата из писателя Йенна Бэнкса, британского, тоже левых взглядов. Он сказал, что исправлять бедность и пророки там общества благотворительностью при капитализме, это все равно, что лечить раковую опухоль при помощи лейкопластыря. То же самое. То есть, что нам предлагается? То есть, давай не отменим социальные льготы, социальные государства, пускай богатые люди, если у них будет желание, помогают людям адресно, дают помощь тем всем. Это на самом деле, то есть, призывы благотворительностью, популяризация, когда это делают, заведут шоу-бизнесы, известные актеры. Это такая попытка снять государство, слился плеч. Любому выражению у таких людей, нельзя же требовать от государства. Давайте сами что-то делаете. Но когда ищут операции стоимости 100 тысяч долларов, так говорить не очень. Мягко говоря, нельзя. Они призывают в том, что у них же не бездобрых людей, действительно, богатых. То есть, если их попросили, они сдадут. Но это, конечно, можно помочь десяткам, может быть сотням. И эти благотворительные фунды помогают. Но на самом деле, от них на самом деле больше вреда, по-моему. они задушевывают истинные проблемы капитализма. Они делают его более выносимым. То есть, не будет благотворительности, люди были видели, как это кошмар. Когда умирают люди от вполне излечимых болезней, и когда суммы там не вполне, ну, даже не гигантские, даже не сотни тысяч долларов, десятки. Они таким образом позволяют ему какое-то время поддерживать себе благотворительный, вид очень благопристойный. Поэтому благотворителями это чуть плохо. В СМИ мы видим тысячи примеров, вернее, десятки примеров благотворительности, но не видим тысячи, сотни тысяч примеров не будут. Да, какому люди не помогли. И не могли помочь, если бы не возникло такое желание. Ну, разумеется, отдать себе свои богатства. То есть, это утопия, действительно. Да, и мне всегда коробят вот эти объявления, когда родители просят деньги на операции своих больных детям, да, и на дорогие лекарства. То есть, человек вынужден, да, вставать в роль простителя, да, в унизительную роль. И, ну, на самом деле, эти дети должны по-молчанию получать эти лекарства, да, а не ждать от какого-то благотворителя, от какого-то богатого человека, да, который, он, в принципе, благотворитель, да, он, он ничего никому не должен. То есть, он ни перед кем не обязан отчитываться. Он может оказать эту помощь, а может не оказать. Если он ее не окажет, его никто не осудит за это. Это его лично делал. Каким благотворителем, он только затушевывает. Собственно, вопрос этический тут. Если человек не согласен, то ему надо бесполезно объяснять. то есть, каждый имеет право просто по праву рождения, потому что он человек и больше ни по чему, на полный комплекс, не знаю, жилье, питание, право на творчество, право на образование, естественно, на медицину. То есть, если человек не согласен, то это просто уже столкновение двух этик, то есть, тут только война уже, то дискуссии не получается. Это, да, спор слепого с глухим. Хватит все мне всем, да. Всем не хватит. Черт. Положенство, вы мечтаете, что против благотворительности нужно быть потому, что она мешает строительству социализма? А, ну, в церквичном смысле, да. Если капиталисты будут мешать своей прибыли тратить на благотворительность, то получается, если мы за благотворительность, мы должны хотеть, чтобы он был еще более успешен, тогда это мешает больше. То есть, она в политическом смысле вредна, не говоря уже... Да, это такая очень правильная улика. которая цепляет собой одно к другому и в итоге мы беспокоимся о том, чтобы у капиталистов было все в порядке. Да, да. Вам можно поддерживать бизнес, потому что бизнес создает рабочие места, потому что бизнес тратит на благотворительность. Он будет чувствовать себя так хорошо, да? Тем лучше будет бизнесу, тем лучше будет всем. Что ему, чтобы ему наконец захотелось, если его столько много пили. А как вы думаете, почему вот этот пример, ну, как бы, либеральные идеологи, и сторонники, или, как говорится, демократии, да? Демократия – это власть большинства, играет хорошо большинству. Но при этом, всегда говорят, давайте сделаем так, чтобы, если будет хорошо бизнесу, читай, меньшинству, да, значит, будет хорошо всем. А вот как можно... Как можно... А, ну, собственно, это очень-то тоже распространенный аргумент у либералов, не против маркетизма, а против вообще их мысли, что есть прямая корреляция между рыночной системой и политической демократией. Корреляция, если существует, то в головах либеральных идеологов больше нигде. Потому что все исторические примеры этому противоречат. Все либеральные партии всегда выступали за имущественный ценз. На участие в выборах, то есть выдвигать свою кандидатуру и даже голосовать. То есть, если чека не было соответствующего имущества минимума, он не имел политического голоса. То есть, сначала заработай деньги, а потом управляй государством. На это наставили либеральные партии всегда. То есть, вся демократия западная, которую мы имеем, хваленная, извинно-прихвальная, кстати говоря, это все продукт именно политической борьбы левых сил. От состава демократов до крайне левых. То есть, если Октябрьская революция заставила пойти их на уступки для своих рабочих, Запад, то есть, простой пример. Октябрьская революция через несколько месяцев все из промышленников Европы, да, именно Едападная Европа, принимает закон о 8-м часовом рабочем дне. Это он был 12-часовым. То есть, есть повод задуматься. Если биран скажут, что это просто совпадение случайное, то есть, так получилось, они так собирались, а тут случайно Октябрьская революция трянула. Ну и дальнейший пример это социальное государство. То есть, после военное время понятно, что коммунистические партии и Советский Союз после победы над фашизмом пользуются огромнейшим авторитетом во всем мире. Там даже итальянские монахи католики отбивают интернационал у себя на колокольнях. То есть, угроза революции она прямо ощутима. Естественно, украинский класс единственный выход это пойти на встречу с своим классом. То есть, сказать, что мы без всяких коммуний создадим вам все хорошее, даже больше. Им это удалось успешно. Естественно, на счет того, что они являются страной митрополии и могут в себя тянуть деньги из стран третьего мира. То есть, из нас в частности. Другой, собственно, распространенный пример, вот зачем ваш коммунизм, которая там одни несчастье, когда есть стран запада, и показывают хороший пример. Пример не горит, и потому что это страны капиталистической митрополии. Мировой эконом перелится на митрополию и периферию. То есть, не так, то есть, мы лично гораздо сложнее схема, но в целом так. То есть, когда есть неравнаценный момент между странами первого и третьего мира, они могут высосывать нефть, ресурсы, в том числе финансы. То есть, по закону политэкономии, финансовый централизированный в одном месте для нескольких. И этих центров не может быть очень много. Это, опять же, закон. То есть, все очень просто. Я без них, потому что у Запада право менталитет, все такое, они больше сконных демократии и капитализма, но здесь не работает. Тут голая статистика показывает, что это не так. Нет, они больше склонны капитализм. Он, наверное, раньше пришел, но они развились за счет своего приоритетного положения. За счет колонизации. За счет колонизации, да. То есть, эпоха великих географических рекламов сделала их центром. И эти, скажем, до 15 века средневековый китайский город и европейский на самом деле не имели таких зримых отличий. То есть, неизвестно было, кто вырвется еще вперед. То открытие Америки открыло для Запада новые ресурсы. Человеческие, всевозможные. естественные территории. Еще вопрос? Существует как бы социальная форма государства и правовая, да. То есть, в принципе, и той-в-той обеспечиваются какие-то гарантии, да. То есть, все. Как обеспечивается? Это все было именно, есть выражение золотой 30-летия. Где-то с 40-х годов по 70-е. Затем вступает так называемая неолиберальная волна или неоконсервативная. И как мы еще называемые, восстания элит. То есть, кинсианская модель капитализма, такого мягкого, социального, приходит в упадок по естественным причинам. Потому что она противоречила в своей основе. То есть, надо либо дальше обосчислять собственно, либо дальше уделить. Либо опять-таки в следующих фагах меньшинства. А тут на сцену выходят идеологи неолиберализма, которые эти 30 лет копились силы. Это Карл Поппер, Милтон Фридман, Фридрих Хайек объясняют правящим классом, что можно сделать другой вариант. И неолиберализм или... Неолиберализм это их термин, от которого он сейчас все отфращивается, он практически вышел в заупотреблении, ему только левый пользуются, объясняют, что можно вернуть былое могущество. Это и происходит. приходят в Штатах Рейден, во Британии Маргарет Тэтчер, и начинается массовая приватизация. И, то есть, вопросы, которые раньше были в компетенции, скажем, муниципалитетов, избирателей в целом, приходят в частную сферу. То есть, как бы демократия формально не запрещена, то есть, нет никого фашизма. То есть, хочешь, голосуй, хочешь, не голосуй. Но вопросы, на которые ты раньше влез, избиратель, не можешь влиять. Ты можешь влиять на общественное метро, на общественную школу, но не на частную, это... Частную, собственно, святую, как известно. И это главный оперант современного капитализма. То есть, если раньше пугали нас тем, что будет возвращение к фашизму, то есть, полный отказ от демократии, всеобщего избирательного права, это не случилось. зачем такие явные, явные, ну, по пятному, так же себя дискредитировать? Они просто все приватизируют. И станет вне нашего контроля общественного. А мы в странах победнее, где и демократии раньше не было, то есть, в постсоветских, обошлось еще проще. То есть, очень формальная демократия, и больше ничего. И правособственника. Которая является по совместительству бюрократом тоже. Местный такой взвод капитализма. Что касается центральной азии, то есть, в принципе, и неправовое государство сложно назвать правовым, и несоциальное, да, понимание. Правовое государство тут очень лукавый термин, на самом деле, опять же, принесенный либеральными идеологами. Что такое правовое государство? Всего на себя верховенство закона. А какой закон, то уже другой вопрос. То есть, гильярская Германия была вполне правовым государством. Там неукосительно соблюдались законы. в государстве хамурапии было вполне правовым. Закон хамурапии очень четкий и ясный. Так что здесь туго не работает. А то, что не социальное, да, на это просто нет желания уместной и уместных правящих классов. Самое главное, такое невозможно, в принципе, по нашей структуре экономической. То есть, запад не дает столько денег, не оставляет здесь столько денег, чтобы им можно было делиться еще и с местными голодранцами. То есть, если мы на Западе еще могли себе это позволить, то уже не здесь. Это физически просто невозможно. Это всего невозможно, но это покушение на сверхприбыли, это экономически невозможно. Не один классно это не пойдет. Что же ожидает в будущем цифрове на Земле? Какой же прогноз? Если о перспективе говорить, то, в принципе, два варианта, всегда плохой и хороший. Плохой наиболее очевиден пока, только мы его и видим. То есть, это дальнейшая стагнация, дальнейшая декрадация общественных институтов, то есть, рост просто фактической безгроманности, то есть, не умеющих читать, это рост социального неравенства огромный и дальнейшее скатывание в третий мир. Ну, то есть, и в Казахстане, и в Кыргизии уже есть фавелы, в Бразилии, потому что климат мешает перейти людям сделанным из пластмассы из покрышек дома. Только это. То есть, мы уже на пути. Но, правда, говорится, что сам этот транзитный период, как называют его либералы, он еще не закончен. То есть, завершен уже процесс класса образования правящих классов, то есть, они вполне сформировались. То есть, туда уже нельзя попасть. А вот то, что внизу, еще происходят процессы, пока сложно оценивать. И слабость левого движения, очевидно, на постсоветском пространстве, в центральной альфе, в частности, это слабость незаконченного капитализма. Как только он завершится, это вопрос десяти лет, должны появиться по идее, опять же, идеальные левые силы, которые будут на него адекватный ответ. Опять же, если сейчас будет проделана соответствующая работа. Если мы, в том числе, подготовим какую-то почву минимальную для этого. А без этого будут просто Африка или Афганистан. То есть, когда политические партии просто называются пышными, дают себе название, братья за демократию, солдаты за свободу, но они чем только другом не отличаются. Это просто банды автоматчиков, у которых вся идея то, чтобы этих убить и все себе забрать. Потом будет, новая такая кармия, и все. Они могут за далеко партиями, как в Афганистане. Но там люди идут не за идеологию, которые просто не разбираются, может, читать не умеют, а за харизматичным лидером. Ну, в центральной здесь понятно, что тут постоянно говорят даже политологи, мейнстремные, что здесь нету голосования за политические программы, за лидера. Он может, знаете, социал демократа, отцена малинистриберал, скорее всего, не являться ни другим, ни третьим, голосуют за него, потому что, хороший мужик, ему можно верить. Чуйский. Да, чуйский, чемпионский, какой-нибудь, свой человек. Это, таки, такой, центрально-азиатский клиентализм, то есть, когда люди просто голосуют за кандидата, он из нашего племени нам поможет. Потому что на следующих выборах и враждебное племя голосует просто за своего, чтобы, то есть, это не политика, конечно, это клановая война, что мы видим последние, все 20 лет. Ну, так же еще есть по политологии джугое. универсальные партии понятия, то есть, это не как универсальные партии, но чуть другое. То есть, в принципе, сейчас уже идеологии, как бы считается, что стираются, да, то есть, и как, то есть, уже людям, в принципе, не важно, какая идеология, главное, то есть, они уже, либо сами партии, они стремятся к тому, что, уже, не знаю, совмещать несколько идеологий для того, чтобы, то есть, я понял, да, это, 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 то, что мы наблюдаем, когда социал-демократическая партия, лидер, который не имеет понятия о социал-демократии, или либерал, или даже националист, то есть, он подменяет просто национальность, таким западным, респектабельным, обыкновенный шовинизм, ксенофобию, ну, о коммунистических партиях, центральной Азии, я вообще молчу, то есть, это просто, изначально, это партии, которые созданы номенклатурой, которые просто, на 90-х годов, его желатка вернуться в прошлое, в то социальное государство, к лему убеждениям, не имеет никакого отношения, к мартизму, тем более. Ну, а что имеет к нему отношения? То, о чем я говорила? К левности. Ну, что такое социалист? В каких университетах, или в каких группах, он закализует, вот, вашей истинной, или вы? Ну, если говорить о позыском пространстве, например, то, на Украине, это Киево-Могилянская академия. Была. Да? Потому что, этот центр визуальной культуры, который там базировался, его оттуда... Не базировали. Она имеет в виду, несколько так, ну, то есть, базируется прям организационно, то есть, где большинство студентов и преподавателей в этих 20 лет. Ну, мне кажется, что там сейчас уже какая-то большая реакция, потому что этот реактор Квит, он откровенно фашистских, украинно-фашистских взглядов. А, безусловно, там все непросто. Ну, если говорить о западных университетах, ну, это могут быть партии, это могут быть журналы, то есть, ну, надо назвать конкретные какие-то институции. Ну, вот, допустим, что партии, вот эти коммунистические, сейчас в центральной Азии не имеют никакого отношения к левому движению. ну, что имеют? Имеют, ну, в центральной Азии левого движения как такового нету. И в Универсии нету. Вообще, на посредственном пространстве левого движения нету. Есть отдельные группы, есть отдельные люди. Может быть, немало, достаточно, но это, или вот, движение это крупнее партии, надо понимать. А у нас по движению называть любую неформальную, то есть, ну, организацию, это можно 10 человек назвать движением, это нонсенс, конечно. То есть, центральная Азия уже предстоит создать. Для этого переходная задача это создать некий сингтэнк, то есть, мозговой трест, который бы эти идеи аккумулировал в себе. То есть, пространство для изучения, освоения, сформирования и дальнейшей пропаганды теории. Потому что, то, что делают некоторые казахстанские левые активисты, возможно, если я просто не знаю, местных реалий, это такой именно активизм. Что они делают? Они проводят, не знаю, там ходят с листовками по городу. То есть, в 21 веке, век цифровых технологий интернета, они пытаются перебить информационную машину плохо печатанной листовкой, написанной очень плохим языком. То есть, это уже нонсенс. Они могут, ну, если какая-то забастовка, они туда бегут, естественно, раздают листовки рабочих, как, ну, молодцы, ребята, вы нас поддерживаете, но это не имеет никакого отношения к политике, опять же. Поскольку нет анализов, что такое постсоветский централизанский рабочий класс. То есть, является он передовым, как во времена Маркса, как он считал. То есть, кто вообще является таковым-то? То есть, наоборот, насколько оправдана сама идея о революционном рабочем классе. Потому что так, быстрее поставить вопрос. То есть, чем постсоветский капитализм отличается от, вообще, мирового, даже третьего мира? Является ли это, является ли правящий класс даже буржуазией, так скажем? Тебе вопрос очень интересный, но не им, что ли они в принципе не задают. И в этом корень разногласий вот нашего фонда и этих существующих небольших групп, которые надеются одной только активностью, что-то сломить. Это, конечно, нонсенс. То есть, без предварительного освоения ничего не может быть. Как я себя спрашиваю, сколько плана было с Марксу провести митингов или побывать на пикетах, чтобы написать капитал? Что он сидел в библиотеке или все-таки торчало проходной? То есть, что ему было важнее? А у вас есть какие-то свои собственные наметки на то, какой класс в Центральной Азии революционный? Ты же хотел знать, как раз. А, ну, примерно, если сравнивать с Латинской Америкой, опять же, вопрос, насколько их опыт применим к нам. Скорее всего, это новые бедные так называемые. Это морганизированное христианство, то есть люди, которые вынуждены были за улов перейдут в города и жить вот эти вот в поясе около городов, строить фавелы, то есть пока они на себя более или менее адекватно показали, и более решительно настроены были. Как раз на традиционные профсоюзы рабочие, но них не очень мало. То есть в чем особенности события в Латинской Америке? В Боливии, Венесуэле? Там пришли к власти социальные слои, привели своих представителей, которые не было, которые ничего было терять. И представитель, с которым традиционный рабочий класс был привилегирован. То есть просто потому, что у него работа есть. Он уже короче того, у кого эта работа непостоянная или ее охранничества нет. Более того, в Чавес Венесуэле столкнулся с традиционными рабочими, с традиционными профсоюзами, как недовольными его политикой, которым и так, в принципе, неплохо жилось, и появление новых конкурентов по социальной лестнице их совершенно не устраивало. Это один вариант такой. Ориентировочный, трудно судить. В принципе, есть такая теория малого мотора, заводящего большой мотор. То есть о том, что авангард класса, который ведет за собой массы, он может не совпадать с тем по социальным, культурным, и прочим, характеристикам. Как было в Латинской Америке, то есть где именно городская интеллигенция, студенчество были малым мотором, провели за собой подчас неграмотка, просто крестьян, не умеющих читать. То есть дали им голос, дали им знания, объяснили на пальцах, то есть свою идеологию, чего им надо хотеть, так скажем, свисали гегемонами. И возможно, пойдет по такому пути. Опять же, выводы делать рано, то есть централизация капитализма еще не дооформлен до конца. Как вы прокомментируете роль традиционного промышленного рабочего класса? Ну, какой очень небольшой, сравнительно. То есть не то, чтобы он отойдет совсем в сторону, но его участие не будет таким большим, как... Просто где он, собственно, принимал... То есть, возможно, Маркс ошибся вовсе, называя рабочий класс передовым самым революционным. У Гошпара Тамаша, венгерского маршиста, есть версия, что... То есть вера в рабочий класс у Маркса это такой остаток, родимент романтизма, именно романтической традиции, которой он до конца в себе не мог жить, как там антисемитизм, бурсофобия и прочие болезни века идеологические. Так что, но вполне возможно, то есть не надо зациклиться на это. Может быть, сама идея класса, которой надо подназначить революционным и на него уже молиться, может, она вообще в принципе не соответствует диалектике, методологии марксизма. Вполне возможно. Я в этом пока не уверен. Долженский, а вот Джек Тарасов в своей статье о суперездацизме и социализме проводит интересный момент, что не рабы уничтожили рабовладельческий класс, не грестия уничтожили феодализм. Собственно, история не знает случаев, чтобы уничтоженный класс уничтожил класс угренитателей. Он является вне системы. Римскую империю уничтожили не рабы, ее уничтожили пришедшие вандалы. Кирилл, концепт звучит красиво сама по себе. С этим моментом я закончу. Буржуазная феодальная Франция, опять-таки, буржуазия, она как бы появилась в классной стороне, можно сказать, это не христиане победили феодализм. Вот я говорю, может быть, рассматривается ли левыми силами в Казахстане вообще вот этот человек, который ближе к этим событиям? Поиск какой-нибудь нового гегемона революции и просто вызывает то, что сейчас начали? Оно начнется с конца. Вообще, никаких левых сил в Казахстане нет. То есть, Фонтаби Хоффмана и 2-3 группы очень небольшие это никакие не силы. Абсолютно. Просто это слабые силы. Это не силы вообще. Я о ситуации знаю, я знаю, о чем говорю. Мы говорим максимум о десятках людей, активистах, то есть, даже не о сотнях. То есть, здесь от силы движения речи быть не может. И уж тем более нет никаких поисков теоретических. То есть, это такое, надо отдельно пояснить это. У современного левого движения, которое должно можно называться движением во всем мире, есть такая очень нехороший вирус современности, подхваченный из москульта. Это такой теоретический антиинтеллектуализм. То есть, вера в том, что все эти очкарики своими книжками они только создают проблемы, то есть, мозги людям парят, надо убрать этот, не знаю, черпящий, булыжник, идти все громить, да. То есть, а теория одни проблемы. Собственно, теоретик, это ведь на самом деле в левом лагере это уругательство. Это синоним бездельника, ботана, который ты колесил серьезным людям мешает сочетать работу. Поэтому, никакие теоретические работы не ведется абсолютно. Наши призывы к нижней почитательной интернете пока не нашли никакого успеха. Нас обвиняют в страшных грехах попытки устья ручьего движения отцена, которых тоже, кстати, нету. То есть, люди пока живут, живущие в 19 веке в мире фантомов. Они придумывают себе революционный класс, революционную партию, их собственные состоящие из 10 коллег и называют это работой. А вот конкретно теория Тарасова, концепция его, она звучит красиво не соответствует эфрическим фактам. То же самое рабо-лечество. Его никто не читал. Оно себе естественное жило. Вызнал, что это просто невыгодно. Ты должен платить раба. То есть, содержать раба, даже с тебя, нет, не продается товар, у тебя проблемы, а он живет с тебя. То есть, что же не делать? А отсюда уже пришел приход к наемному труду. То есть, нужен человек, он нанимается по свободному доводу. То есть, он соединир и комический жил. То есть, уже в этом он страдает. А война севера и юго Америке? Это турбу совсем. Нет. Там прекрасно война и неры и нера и нера и неры и нерабору. Но это не революция, Я не говорил, что это революция. Это то самое исключение. То есть оно погода, на мой взгляд, не делает. Очень интересно. То есть у Маркса есть про азиатский труд, да? Азиатский труд производства. И как это накладывается на современные матрицы этого общества? Отдельно сложный вопрос. Можно лекции посвящать, многочисленные. Начнем с того, что уже в конце жизни он понимал, что что-то не то ляпнул. То есть само вражение будет странным. Азиатский способ производства. Ариентализм. Это вот выписывают европоцентризм у Маркса. Один нужно было указать. То есть он просто на что хотел указать? Что в Египте или в таких азиатских странах правящий класс и бюрократия, они сливаются. То есть если во всех странах бюрократия, это управленцы на службе у собственников производства, у капиталистов, у богачей. То там это одни и тяжелицы. И вот специфику это было значить, он назывался азиатский способ производства. Есть мнение, что Советский Союз был таким современным, индустриализированным его вариантом. Когда бюрократия, это исправящий класс. Так это или нет, это отдельный, тяжелый очень вопрос. Я готов о нем говорить, но я сам пока не определился. Россия, да? У нас глава авангарда. А такие страны, как Кыргызстан, Таджикистан, они так же оставались в принципе. Они были так же. Есть версия советского империализма, что это просто новое издание царской империи. Я, например, с этим абсолютно согласен. Я тоже абсолютно не согласен. Там просто были какие-то элементы империализма, скажем. То есть, допустим, Узбекистан навязывал именно хлопковое производство. То есть, не производство, собственно, стали, того-сего, а именно, чтобы они поставляли. То есть, некоторые дайскульки остались срединым предатором. В том числе и Кыргызия, в том числе и Казахстан. Но полностью приносить я бы не стал. При этом, как бы, существование людей, на существовании людей... Это особо не отражалось. Да, разделение экономики никаким образом не сказывается. При том, что, как бы, такой вот довод русских мационалистов, тех, кто сейчас отстаивает идею русского национального государства, о том, что РСКС в советской системе распределения благ на самом деле страдал, это, ну, отчасти верно, потому что, там, для меня требовалось... Мои родственники, которые жили в Подмосковье, то, что они ездили отовариваться в Москву, и не могли приобрести вообще ничего в 60 километрах от Москвы. Это было для меня, как бы, более-менее понятно, да? Но когда, там, мои друзья, которые жили в Ижевске, а это сутки от Москвы, ездили раз в месяц, чтобы купить колбасу в Москве, да, то есть... Да. Да, это было удивительно, при том, что ни в Бишкеке, ни в Душамбе, там, ничего подобного представить себе было просто невозможно. Ты едешь в магазин, покупаешь все что-то и хуже. Ну, а насчет границ, то есть, как были вот эти все границы, на самом деле? То есть, они были абсолютно, ну, неадекватные вообще ситуации. Границы Таджикской СССР, Узбекской СССР, да? Нет, ну... Геополитические моменты, это уже частности, то есть... Понятно, что бюрократия делила границы для своего удобства, а не для людей. Ну, в смысле, это не опровергает общую концепцию. Ну, стоит еще добавить, что в рамках Советского СССР это и значения не имеет. Да, то есть, у нас уже одна страна. Экономическая граница, они были, мы думаем... В общем, очень схитики. Да, то есть, из любой республики можно было переехать в другую, ничего не поясняя. То есть, не меняя прописки. Какая логика, действительно, если, как бы, большевизм, как бы, в своем, таком, идеальном, да? Все-таки, пытался преодолеть логику национализма и вообще логику нации, да? Поэтому разделение, оно... Оно, во-первых, условно, во-вторых, да. Нет, большевизм тут, на самом деле, сложный очень вопрос. То есть, люди всегда говорят о традиции, о национальном вопросе вливаемом движении. Очень популярное очень что. Коммунисты отрицают национальность. Забывается опыт, так называемого, национал-большевизма. То есть, или сменовековство. То есть, напомню, сменовек, сборник изданный Устряловым, бывшим кадетом, который писал, что, дескать, большевики национальности развалили, но они же его и создают заново. То есть, дескать, почему бы, там, националистам не сплотиться вокруг большевиков, как, ну, но признатых новую властью, которая снова строит империю. Это очень имело далеко идущие последствия, когда, то есть, де-факто уже при Сталине стало государственной идеологией. Это не называемое официально. Но первыми мы были Ленин и Троцких, бы сказали, что их можно использовать так вот, ну, в своих целях. То есть, поскольку люди не готовы принять интернационализм, такой, ну, стране, патриархальный, то, может быть, это переходная форма. У них переходная форма стала очень постоянной такой. То есть, а у большевизма был бы, ну, не так категоричен его интернационализм, сложнее всего. Термен мархизм, он некорректный. То есть, мы не называем математику фигуристикой, мы не называем физику ньютонизмом. То есть, в принципе, это не вполне... Он, может, это имел в виду. То есть, зачем мархизмам это? Вот поскольку руприке прицепилось, то есть, вряд ли какой-нибудь получится найти синоним. И всем объясним, что вот теперь мы назовем это так. Это такой наш крест, так сказать. Фредизм. А? Фредизм. Опять же, фредизм. То есть, фредизм стал частью психоанализа, говоря, тоже. Ну, нет, ну, да. Это не фредизм, не фредизм, не фредизм, не психоанализа. Ну, он маргинальный, согласитесь, он маргинальный. То есть, это... А тогда почему наша лекция называется марксизм психоанализа? Ну, потому что вокруг него много накручено на всяких ужасах. Ну, нет, нет, нет. Он, в принципе, некорректен. Возможно. Ну, а каким его заменить? Коммунизм психоанализа или социализм психоанализа? Это синоним. Марксизм, научный метод? Нет, тут надо пояснить. В наше время немало людей, называющихся марксистами, ими являющихся, кто владеет методом, но никто отрицает его политическую часть. То есть, если я ко мне отношусь... То что они не отрицают? Ну, диалектику, например. А, даже не диалектику. Есть так называемый аналитический марксизм, это английская школа. Они берут именно экономическую часть. То есть, исследуют ее. То есть, уже диалектику они считают игрой праздного ума. Не говоря уже о том, что они на тот утопий. Но это же можно признавать диалектику, не будучи при этом социалистом нисколько. Скажем, Джордж Шорас, очень распространенный пример. Который в своих книгах любит социализм на Маркса. Ну, обвинуть его в социализм вряд ли хоть не получится. Может быть, это концу жизни. Он же поддерживает такую пайку. А, ну, сразу что вот это. Да, может быть. Ну, еще вот вопрос. Значит, если раньше, да, рабочие, они, они были, ну, можно сказать, что очень, как бы, константны. То есть, они были, в принципе, прикреплены к какому-то определенному водозаводу, да. То есть, к месту работы, к определенной специальности, да. То есть, на этом производстве. То есть, сейчас рабочие, в принципе, они, в принципе, они, не знаю, очень подвижны, да. То есть, очень мобильные. И так, и так. И, допустим, есть даже фрилансеры, да, такие, которые, в принципе, вообще не зависят от государства даже. Они могут ожить пищейки, работать на Лондоне, да. Да. То есть, как вот это вложиться тоже в это вот? Ну, то есть, маркизм – это методология. То есть, это не то, что написал Маркс, и так должно быть. То есть, этим аналогом надо пользоваться. Это метод, с помощью которого мы в наше время, вот в первом веке, уже можем оценить ситуацию. Безусловно, структура труда уже сильно изменилась, особенно за последние десятилетия. И тот аналог, с которым он пользовался, схематично приложить нельзя. Особенно в Центральной Азии, со всеми ее болячками. Опять-таки, это работа, которую должно делать адекватное левое движение, которого пока нет. В связи с чем проблема. То есть, нельзя сказать, что сначала мы создадим хорошую теорию, а потом потянется хорошая практика. Одно – это вещи взаимосвязанные. То есть, должна быть некая критическая масса левых активистов, людей-левых гадов. Вот этим надо работать. ВТО все-таки, вступление в ВТО? Если вкратце. Для Казахстана, да. Путь к ВТО, вступление в ВТО ведет к деградации и просто к исчезновению своей промышленности. Поскольку новые товары, которые дешево завозятся, они убивают промышленность. Понимаете, просто теряет смысл экономический. Не всякая государственная современная Казахстан тем более будет поддерживать ее протекционистские. Тем более, что протекционизм, по самому манифесту ВТО, его договора, он запрещен. То есть, нельзя запрещать завозить новую продукцию. И помогать своим еще запрещается? Да. Дотации сельскохозяйства запрещены просто прямо. А в Казахстане это, наверное, да? Очень серьезно. Для стран, в которых, собственно, промышленность полностью отсутствует, все заводится из Китая и прочих стран, то есть, мы не экспортируем, я знаю, только, я не импортирую, только масло и хлеб. Вот с хлеба завались и есть какое-то свое масло сливочное. Все. То есть, даже канину в Казахстан выводят из Мексики. Вот уже яркий пример. Ну, то есть, просто, ну, с другой стороны, если вы входите в ВТО, то для вас просто канина будет дешевле. Канина будет дешевле, но это, то есть, не будет просто денег, чтобы даже девушка купить ее. Все рабочие места еще больше сократятся. То есть, это такое удобство сомнительное. Ну, вы же собираетесь уже отходить в ВТО. Ну, как там мыть? Ну, это и так. К сожалению, не общество принимает решение. Кстати, ВТО тоже пример. Вступление в него не решается на референдуме. Ни политическим парнем, ни парламентом. Да. Это просто экономический вопрос, который деловые люди собрались и решили. То есть, мы просто не можем принять участие. И будущую агитацию в этом году мы собираемся как ввести. А мужчины говорят, типа, не дадим вступить, как в России так было, не дадим вступить в ВТО. Так что абсурд полнейший. Понятно, что вступят, не смотря ни на какие протесты. То есть, надо просто оповещать, что будет. Слазить, например, в Чаргизию и Кыргызстан, например, других государств. Потому что ВТО очень интересно устроено. Странные, опять же, у митрополии, они прекрасно свои защищают интересы. И, кстати, нарушают норму ВТО вполне спокойно. Америка хороший потенциализм своим товаром производит. И прямая норма ВТО. То есть, здесь просто двойные стандарты. Это надо просто демонстрировать, собственно, агитацию. Ну, так же и с Кыргызстаном. То есть, в Кыргызстане не было референдума по вступлению в таможенном союзе. То есть, в принципе... Ну, в нашей стране, по-моему, вообще никаким вопросам к референдуму не принимаются, кроме вот, крайне не полномочий. Я знаю, заход за подробу я уже. Да, всё наслаждается. Ну, мне очень понравился опыт Швейцарии по... То есть, у них как бы референдум был по вступлению в ООН и в darem. Да. То есть, если, как только Кыргызстан превращал в независимость сразу вступил, то сама Швейцария вступила в ООН в 2002 году, то есть, не знаю, это просто понты, скажем так, это символический шаг, который ничего не меняет. ВТО ООН абсолютно аморфовная структура, которая ничего не может предотвратить, ни один военный конфликт ничего не решает, это просто клуб государств, лидеров государств, да, им собраться, мы с тобой поговорим. И вот то, что они так оттянули свое вступление, это просто жест, который ничего не значит абсолютно. А вот в таких странах, как США, допустим, обостряется, это, ну вот, ну то есть, понятно, да, то есть, кризис именно вот и по ним бьет, и как там обостряется левое движение? Опять-таки, проблемы с левым движением они не только в Центральной Азии, они и во всем мире, то есть, часто можно назвать левое движение без левой идеологии, то есть, люди недовольны, люди конкретно недовольны капитализмом, корпорациями очень, надо четко адресаться своего недовольства, но они не в состоянии никакой позитивной программы измыслить. Более того, сама мысль о конкретной идеологии, она рассматривается какая-то, ну, типа, зачем она идеология. Просто это не простые люди пришли вот, так, хотим счеркнуть капиталистов, зачем им эти сложности? На то вообще, это общий кризис, конечно, системный. То есть, в наиболее в штатах, приступают и левый анти-интиллектуализм, он больше всего развит. Это и в их культуре, в принципе, присутствует. То есть, нам вот уже принесли? Они просто недовольны тем, что у них как бы ограничение в потреблении? В потреблении, в работе, вообще в жизни. То есть то, что корпорации, частные абсолютно, получают в кризис миллиарды долларов. Как видно, у нас самая незащищенная часть населения. Но при этом настаивают на, отказываются от, ну, протестуют против социальных ревод, сосалки в мирное время, скажем так. Ну, по логике, получается, там должна произойти такая революция, да? Быстрее, чем, допустим, в Кыргызстане. Он не может произойти опять, и это странная митрополия. То есть там даже бедность, она другая. То есть американский безработный и крыгызсткий – это две большие разницы. Там все равно есть еще вилфер пресловутый, там что-то еще есть. То есть поэтому, как раз в странах митрополии, в Западной Европе, в США, революция произойдет, ну, больше всего. Есть ли вообще президент? Да, есть ли вообще. Там разработчик класс развращенный, подкуплен, он вряд ли на что-то поднимется. Ну, часто эта развращенность и подкупность привлечивает, но пока не просто нет потенциала. Что доказывает наличие развращенности? Что проверяет классический марксизм. Да, на тему того, что в западных странах произойдет очередь. Получается, акцент на третий мир, вы так считаете? Ну, я просто не вижу на выходы. Или на второй мир? Второй мир уже нет. Ну, почему все-таки Россия не Африка и Казахстан не Африка? Нет, безусловно, я сказал, что периферия митрополии – это схема, именно что. Очень такая примитивная, все гораздо сложнее. То есть, нельзя сравнивать Кыргызстан и Бразилию, Казахстан, или Индию. Но это все страны третьего мира, на самом деле. Уже можно говорить, правда, о четвертом. Это вот, где всякая полу-мира, то есть? Так, есть еще такое выражение страны полу-периферии. Это вот, это Греция, это некоторые страны Восточной Европы. Турция, Португалия, да. То есть, они вот смежду находятся. Когда были различные революции, особенно революционная ситуация еще в предсоветском Союзе, то есть там обсуждался вопрос – мировая революция или революция только в СССР? Как, то есть, в принципе, возможно ли изменение вот этого перехода, ну, то есть свержение, скажем, капитализма не в мировом масштабе? Нет, это невозможно, потому что, то есть со СССР в одной стране, в один из этой стране мы уже проходили, но в СССР чему-то привело, СССР в мировой системе должен быть никак иначе. Ну, а возможно ли социализм в мировом масштабе? Ну, тут только так возможно, на самом деле. Он неизбежен в мировом масштабе. Ну, еще неизбежности как раз-таки. Это, опять же, докса старого марксизма, что коммунизм будет. Мы не церковь, мы не можем обещать. То есть, после всего, что было в 20 веке, вот этот рационалистский оптимизм 19 века можно подзабыть. Есть хороший повод. Ну, а возможно ли… Как можно идти на баррикады, если есть здоровое сомнение? Нет, здоровое сомнение, оно всегда нужно. Маркс сказал, что все подвергай сомнению. То есть, идти на баррикады, нужно там… Если марксизм – это наука, то есть должны быть доказательства, которые однозначно доказывают неизбежность социализма. В противном случае, это уже сомнительная наука. Нет, они доказывают неизбежность его необходимости. А вот его неизбежность – это уже вопрос политической практики. То есть, это какая-то безнамик, просто неизбежность. Просто есть еще другая теория – золотого миллиарда. То есть, там все понятно. Вот то, что я говорю, то есть, существует митрополия, которая не заинтересована в потрясениях никаких. То есть, в случае пока. То есть, пока не отрезано от неквивалентного обмена. Пока не стало плохо. В социальных науках таких четких доказательств, как математики, по сути, нет. Да, поэтому здесь сказать, что будет или не будет. Можно провести долг, и они будут более резкими, менее резкими. Перспективы. Я против нее. Хорошо можно проанализировать другой момент. Чернышевский, что делать. То есть, в принципе, такой милый романчик. Можно сказать, там его в школе сейчас проходит. С другой стороны, там показан такой путь, можно сказать, эволюционный, безреволюционный. Ну, я так его, я не знаю, классифицирую. Организовывается предприятие. При нем коммуна, так скажем. И организатор, да, то есть, по сути, предприниматель, да, современным языком, он отдает прибыль. То есть, он берет себе какую-то часть, и примерно такую же часть перераспределяет всем рабочим, и всем, кто там живет. Такие мероприятия существуют, да, в разных точках мира. То есть, неизбежно они приходят к своему краху. Вот тот же московский фаланстер. То есть, поначалу все они были совладельцами, его работники. Мы с собой распределяли прибыль, принимали решения. В итоге они просто создадут филиалы, для которых нанимают уже наемных работников, которые не хотят оставаться там с 9 до 9, чтобы решать проблему предприятия собственного, получать зарплату фиксированную, пускай небольшую, но уходить в 6 часов. То есть, не филатургия, это был кооператив. Да, то есть, если даже теория кооперативного социализма не работает, в условиях капитализма происходит его разрушение. Ну, а не быстро, ну, не знаю. Это может быть используется как частный пример, что вы видите, может, по-другому. Но вот, в принципе, настаивать, что сейчас все начнут свои кооперативы, и так весь мир ими усеем, это... Да, это удобие, это все лишь доброе пожелание, которое ни к чему не ведет. Пока существует рынок, и его невидимая рука, да, то нужно соответствовать правилам этого рынка. Ну, хотя, как бы, по поводу Саланстера, последний пример, который я читал, все-таки, как бы, да, им не удалось сохранить кооперативную форму, не удалось избежать наемного труда, но им удалось, то есть, как бы, придерживаясь все-таки определенной этики, и устраивая, согласно этой этике, свои действия, им удается сохранять относительно на... то есть, более низкие цены, чем в других магазинах и других сетях, и перераспределение... то есть, у них нет прибыли. То есть, это предприятие, которое работает без прибыли для его владельца, да, то есть, подкрываются зарплаты, подкрываются издержки... То есть, это НКО, получается? Нет, ну, это не НКО, то есть, они, как бы, зарабатывают... ту прибыль, которую они получают, они инвестируют, вот, собственно, как бы, в дальнейшее развитие, плюс перераспределяют из своих работников в виде премий и так далее, потому что, на самом деле, постоянная зарплата там тоже, ну, как-то, наверное, есть какой-то минимум, насколько я понимаю, да, но если они могут заплатить больше, то они больше платят. Вот, но это, как бы, такое решение, которое, ну, нужно принять и мужественно нести, да. Это не... Требовать этот каждого, это невозможно. Да. Ну, то есть, я имею в виду, может быть, если это невозможно в одном предприятии, то, может быть, это невозможно в мировом масштабе, да, то есть, тот самый фронт, да, бегство от свободы, то есть, может быть, людям не нужно такое. Что именно такое? Кооператив или... Ну, да, как совместное... Нет, ну, что людям нужно или не нужно, но подчас решают не они сами, скажем так, то есть, москульт, официоз, телевизор навязывает им решение. То есть, дело в том, чтобы и какое-то меньшинство переубедить, потому что это не так, если вот мощью совершить изменения в обществе. То есть, это не сказать, что вот мы сейчас всех убедим, все человечество, и дружное меридание пойдет к кому-то. Так не бывает, конечно. Революция – это, да, это акт, которое, скажем, нишество, в силу этого некая ее авторитарность, ее навязываемость, безусловно. Ну, хорошие вещи можно навязывать, я так считаю. То есть, в силу навязывания ничего плохого нет. Важно, что навязываешь. Храг, это, по-другому, я потерпела храг, именно потому что она была одну. Ну, в принципе, там оно тоже одно, никого. Они очень, так, хорошо развивались. Просто ситуация рыночной конкуренции и вообще, как бы, действия рынка, ты должен ему соответствовать, чтобы удерживаться на плаву. В этом, как бы, противоречие. Ты, может быть, можешь иметь какую-то этически верную структуру, быть филантропом, но когда ты сталкиваешься с тем, что ты не получаешь прибыли, которую ты можешь инвестировать в конкурентную способную продукцию, то ты разваливаешься, прогораешь. То есть, это вопрос, как бы, той логики, которая является доминирующей, господствующей. Против этой логики идти такими вот маленькими чашными шажками, это, как бы, самоотверженный тур именно в экономическом пространстве. То есть, в каком-то культурном, в образовательном можно, как бы, утверждать эту иную этику, левую, а относительно даже, как сказать, безопасно для себя. Но, как бы, в экономике она, мне кажется, обречена на крах. То есть, этот фаланстр все равно, это маргинальный, маленький магазинчик по сравнению, например, с какой-нибудь республикой. Это крупная сеть, в которой очень много магазинов, в которой цены в полтора раза больше, чем фаланстры, и которая гораздо более популярна, чем фаланстры. То есть, это такой арт-проект, фактически, саму систему не подрывающий, не наскольких. Абсолютно. Поэтому, все-таки, утопии, это активно утопии. То есть, добрыми намерениями, пожеланиями, ни что не меняется. То есть, это классно, что... То есть, социализм, это не утопия? Слово утопия, это поясните. Утопия есть в любой идеологии, либеральная, национальности, как угодно. Утопия, это просто позитивный проект будущего. То есть, в этом смысле, а не то, что нельзя осуществить, в принципе. Можно. С большим или меньшим приближением. Утопия, я бы сказал, что эволюционное, вот такое вот, экономическое, эволюционное преобразование экономики есть утопия, да? А революционная не утопия. Ну вот, да, я бы хотела вопрос по эволюции, революцию задать, да. То есть, ты тоже довольно-таки один из часто задаваемых вопросов, когда говорят, да, конечно, мне нравится идея социализма, все прекрасно, но я против революции. Может быть, возможно, социализм путем эволюции, а не революции? Да, часто тоже такая телега. Тут просто элементарно... Революция — инструмент эволюции. Тут нет противоречия диалектика. Революция творит себя через революцию. Во-первых, это первая варианты этого. Во-вторых, это просто банальная безгромадность. То есть, когда термин из естественных наук — эволюция, почему-то прилагается к политическим. Ну, это такое часто происходит. Ну, это безгромадность полнейшая. То есть, никогда до этого политологи и социологи не пользуются словом эволюция. Идут, во-вторых, против такого утверждения просто факты, говорят. То есть, где они видели эволюционный путь развития. Всегда что-то меняет только революция. То есть, совершил революцию... Нет, нет короля. То есть, может, ему голову отрезали, и он отбежал. То есть, совершил революцию, сокращается рабочий день. То есть, дается второй выходной. Если угроза революции на Западе, то предоставляются какие-то социальные... Отрезают себя. Но научно-техническая революция. Она как бы революция, но она же не... Не кровавая? Она не может быть кровавой. Нет, во-первых, она тоже кровавая. Давайте вспомним лунди. Они тоже очень многие на елецине навесилися в свои дни закончили. Именно как раз благодаря научно-технической революции. То есть, безработица благодаря научно-технической революции тоже была очень неплохая, когда автоматизация лишила крово-репьющим миллиона рабочих. Известно, что, допустим, в Крымсане, ну, вообще во многих странах сейчас доминантную... Ну, ладно, не доминантную, но какую-то очень такую важную роль играет криминал, да? То есть, криминализированные группы, они, в принципе, иногда даже важнее, чем правительственные какие-то государственные. И как вот при коммунизме и социализме справляться с вот этими вот огромными криминальными группами? Тут дать вопрос справляться. То есть, при определенном социальном строе и некоторых явлений просто не как таковых. То есть, сейчас же мы не опасаемся, то есть, рабовладельцев появлений. То есть, рабовладельцы – это криминал, это откровенный, то есть, за это судят. Как это было нормой? Вот перестало быть нормой, и все. То есть, не будет почвы для создания организованной преступности. Не будут нужды. То есть, люди зачем на грамоте убивают? Чтобы иметь что-то больше, чем другие. То есть, если такой необходимости нету, естественно, нет необходимости бегать с пистолетом. Я думаю, будет, потому что так вот так. Что мы привыкли, что так всегда было. Что-то прикол, что ли, убивать? И опять же, это не аргумент. То есть, когда-то были улья рабы в собственности, люди. Сейчас этого нет. Ну и сейчас есть, но это не закон. Вот опять, то есть, это просто будет маргинальное явление. Маргинальное явление. Ну, оно маргинальное, но я говорю, что оно очень сильное в своем. То есть, как может такое государство справиться с этим? Нет, поясню. Социализм – это без государства настрой. Это принципиально. Да, вот вы, кстати, можете прокомментируете этот момент? Потому что многие отождествляют, как следует из моего личного опыта, отождествляют социализм и эдотизм, да, то есть государственничество. Может быть, вы прокомментируете? Что же такое? Что такое тупой вопрос? Что такое социализм? Социализм – это безгосударственный настрой, основанный на общественной собственности, на средствах производства. При всеобщем, при планировании экономики. То есть, не рыночной и не товарной. Вот, если коротко. Ну, а кто осуществляет? Сами люди? То есть, как-то на этом… То есть, паноптикум, да, такой? Можно так сказать. То есть, как они осуществляют на отдельном предприятии, так они осуществляют на масштабах страны. Опять же, формы этого мы не можем сказать, конкретно, какие будут. Вот на развитии современных технологий цифровых… Или организационные степи тоже все равно получается. Ну, типа КГБ, я не знаю. Это могут быть общественные советы, начиная от уровня муниципалитета до страны, которая по принципу делегирования. Например, одна из фондов, да. То есть, советы муниципалитетов диригируют каждый по одному представителю в городской совет. Все городские советы диригируют по одному представителю, например, там, скажем, если не будет, скажем так, наций, да, ну, какой-то там окружной, окружной совет. При том, что эти делегаты полностью подотчетны своим делегирующим органам. Но ничем это отличается от государства? Это просто относится к другим названиям? Ничем, просто потому что это демократия. Потому что… Ну, нет государства структур, нет подавления. Нет никаких министерств, нет никаких… Ну, они просто называются по-другому, там, советы, не знаю. Нет, ну, разница принципиальная. Разница принципиальная. Ну, в чем она действительно система? Нет, что такое государство, понимаете? Механизм, который… Механизм подавления. Да. Который имеет, не знаю, монополию, не знаю, легальное право на насилие, да? Угу. Вот и все, то есть, просто отсутствие этой монополии и будет социализм. А, то есть, судовища? Ну, необязательно, то есть, во всяком случае, не чужим, скажем так, как такой, совершенно стремен себе не оправдавший за всю историю. Да, мне просто интересно, да, то есть, в любом случае, в этом государстве будет находиться какие-то, ну, девиантное, да, поведение, да, скажем? Вот. И вот тоже можно свести к минимуму, абсолютно. Каким образом? Так, понимаете, откуда-то девиантное поведение? Из социума. То есть, человек рождается в социально-девиантной, ну, в деформированной среде, а мы сейчас все находимся в такой среде, и под воздействием, там, того-сего, он становится либо просто банальным грабителем, либо серийным убийцей. То есть, в отсутствии этих факторов... Да, почему люди становятся серийными? Почему люди становятся? То есть, никто не рождается с такими генами. Такой тоже вопрос про государство был задан, да, я не знаю, может, там ответить на него кратко. Тоже о реберане. Как соотношится социализм и демократия? То есть, седается синоним, можно так сказать? То есть, может, как-то более распространенно, может быть, для... А, поэтому все раскрыть? Да. Социализм и демократия, они, соответственно, прекрасно, поскольку это, на самом деле, синонимы. То есть, как раз я уже объяснял, демократия и рынок — это вещи... Демократия не то, что вещи вневерночные, она антирночная. То есть, твое желание получать бесплатное образование, демократическое требование, наталкивается на то, что кто-то не хочет тебе выдавать, потому что у нас все частное. Твое желание есть, наталкивается на чужое право собственности, чужая еда. То есть, права человека и рынок, они просто противопоставлены друг другу. Абсолютно. А вот те небольшие так называемые демократии западные, которые есть, я уже сказал, это все потому что добивалось путем насилия или угрозы насилия. То есть, не дадите нам того всего, мы устроим веселую жизнь, да. За Швецию. Все любят, да. Швеция, да. То есть, происходит Кейберская революция, Корольцык говорит о том, что надо будет дать состал-демократами место в парламенте, а то мало ли что может произойти, да. То есть, да, дать сделать всеобщее избирательное право. Потому что, действительно, когда был случай, тогда, опять же, был сенс имущественный в Швеции. И, то есть, существует такой анекдот или может реальная история, что пришел крестьянин на участок избирательный, там вот представитель избирательной комиссии смотрит список, говорит, так вот, я знаю, что одна корова сдохла, то есть, ты не можешь расставать, с ней не соответствуешь. Мужик, который уходит, и, так, почувствовал и думает, так, у кого-то не было правого голоса, у кого-то у меня. А то есть, мужчины в мире, у которых правого голоса есть у автомобиля, у особняка. Более весомое, чем у, там, не знаю, Тарантаса. Это, и он побеждает у нас на глазах. То есть, вот, в Швеции просто всеобщее избирательное право, приходят социалисты, солдемократы, более умеренные, небольшевики. И в течение, там, нескольких десятилетий создают, так называемое, швейское чудо. Швейский социализм, так называемое, опять же. Участливый либералов такого слышали, сказать, вот, на Пустосовском пространстве, там, у нас в стране, в России, в Казахстане, в Казахстане, не защищено право собственности. Оно как раз приказно защищено, не защищены отдельные собственники, тот же Кадраковский. То есть, он не защищен оказался. А его собственность, она никуда не девалась. Ее не обществили, не раздали рабочим его предприятия. Распределили те же самые олигархи. Да, поэтому, поскольку они верят, что даже в случае, в случае социальных зерёв сохраняется монополия их, то и чего они боятся? Классы имеются в виду. Да, класс в целом. Так называемый бюрокар дуржуазии. Может быть, покажем этот фильм? А, да и небольшой комментарий. А, да. 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 People 也 are in Singapore in Ukraine. Но это именно тусовки экономистов профессиональных, может даже чиновников, работников министерства финансов, какие-то идеологические группы. То, что это вот, может прям пользоваться модой интеллигенции или богемы, это было сюрпризом. Очень интересно было бы узнать вообще генеиз этого явления, то есть кто-то, кто завез, кто, почему так. Что такое либертарианство? Это, наверное, термин возник, кажется, в 80-е годы. То есть тут просто сыграли на хитрости тракции свободного рынка. Есть слово либертариан. Либертариан — это анархист, с синонимом анархизма. Поскольку Крен был общий такой ливацкий, Европа, несмотря на что, то есть в культуре они были сильны, то надо было хоть как-то себя с ними ассоциировать. И это создался такой термин-наблюдок либертарианства, еще называют его анархо-капитализм. То есть когда ты против государства, это в общем тренде, то есть для богемы, для студенчества, то есть это часть ливой традиции, но ты за свободный рынок. То есть это им позволило выставить ливых как консерваторами, то есть с поборниками государства, всяких социальных льгот, профсоюзов, а что-то они — это такие барсы-революционеры против костного государства, которое мешает деловым людям делать гешефт. Отсюда пространят термины. Идеологически это экономическая часть, она восходит к тем же самому Карлу Попперу, Фредику Хайку, то есть тусовке, которая проводила свои заседания в Швейцарии, в мистическом Монпиллере. То есть это их сингтэнк, которые буквально в 45-м году уже заседали, после того, как поняли, что надвигается опасность, и в 70-х представляли свои услуги правящим классом, успел получить две нобелевские премии — Хайку и Фридману. А вот эстетически даже важнее для них. То есть наука — это все сложно, цифры можно не понять. Эстетически и культурно — это Айн Рэнд. Это Алиса Розенбаум, рожденная Российской империей, которая после революции сбежала с месяц колбасной эмиграцией на Запад. То есть, естественно, была жутко антикоммунистской, как большинство из них, и свои все вот эти вот страхи и фобии выразила в очень плохо написанных, жутко на самом деле, в карформанских книжках, толстых, которые они еще надо усметь освоить. Самая известная из которых стала «Атлант расправил плечи». То есть история о том, как, трехтомная история о том, как в Штатах приходят в власти социалисты, естественно, все начинает все равно грушиться, ну что социалисты не в немают управлять. То есть, вот, то есть, товарный дефицит, разгром. Все творческие люди объявляют забастовку, уходят в горы, и говорят, мы не будем можем, мы можем, чтобы вам помогать. То есть, как в сказке, ты, как в фильме «Парамелец», улица полная нежиданность, где милиционеры объявляют забастовку. И так сиделые люди сказали, что они больше не будут творить добро. То есть, мир вообще пришел в упадок, то есть, в конец расходился, там, просрал полимеры, и потом они уже вышли из горы, и спеще, и сказали, вот теперь мы, ну, наведем порядок. Иначе, нарисовали на небесах знак доллара. То есть все это буквально написано, то есть это у них жуткий восторг вызывает, в спорах, когда с ними, ну, дискрутируешь, мне говорят, почитай «Айн Рэнд», то есть слайд на художественное произведение, на полном серьезе, которое очень умеетит свой кому-то. Я, например, не смог до конца пока что прочесть. Знаю очень мало людей, которые смогли это сделать, которых очень плохо относится к фильмам. Конечно. Последние год-два обязательства Альпина Пиблишер, Паблишер Московская издает очень много этой имени. Айн Рэнд, то есть вся из-за одного художника, несколько томов, очень много публицистики, то есть видно кого-то это пользуются успехом. Ну что такое в практичном отношении? То, что все надо до частника, то есть государство вообще не должно ни в что вмешиваться, с любой вмешательностью в экономику это социализм по определению. Отсюда у либератарянцев, то есть Обама социалист, все социалисты. То есть у них штат социализм, в Европе, еще где-то. То есть где капитализм, то понять трудное. В Сингапуре и в Грузии. В какой-то он успел деться, да. То есть непоборники пополнительной приватизации всего, отмены всех социальных льгот, то есть выплаты пенсии и пособия это уже экстремизм. То есть публика, на самом деле, совершенно страшно иногда, то есть дискучая с ними, опять же, это столкновение этик. То есть ему беспредельно что-то доказывать. Потому что не существует ни фактов, ни истории. Можно объяснять ему, что по новым, новейшим данным исследованиям, как раз-таки свободный так называемый рынок создавался при живейшем части государства. То есть эпоха великих экономических открытий. То есть понадобился государственный указ о заваренных войнах, то есть законодательный указ о том, чтобы создавать свободные места для торговли, экономические зоны. То есть государство приняло такое активное участие во всем этом, просто трудно себе представить, переоценить его. Они его не видят вовсе, считают, что вся история это вообще борьба государства и рынка. Вот этот рынок не давали им нормально развиваться, насиловали его с этими дурацкими ограничениями, поэтому всем еще не жну в счастье в полнейшем. Так, ну вот из известных либератарианцев, там можно назвать Чичваркина, известного бизнесмена опального Иларионова, бывшего министра экономики, который тоже все называет социализмом. А, он назвал социалистами Байдара и Ясина. Вообще, и помочь Ачубайску, да, всех социалистов, потому что они тот за наличие налогов критиковал их, тот за призыв, там, какие-то отдельные мероприятия национализировать, хотя это обычная практика любого государства, то есть в своей экономической политике. То есть не вообще все, все социалисты. То есть Никонов, такой еще популярный писатель в России, публицист, Александр Никонов. Ну, я понял, я не читал, знаю, кто есть такой. То есть какой-то поддержка минимальной в культурном среде не пользуется. Не пользуются в массы, потому что не могут физически, то есть попробуйся никому-то, что это заработает на нигде. Ити просто у человека с этой идеологией нельзя физически. То есть просто нельзя убедить, что ты не должен получать пенсии, все такое, если ты много слишком употребляешься, то есть за все платить. Но каким-то образом интеллигентской среде это укоренилось и выливается вот в такие вот эти товартоварческие изыскания. То есть конкретно вот об этом ролике, то есть тут ложь, конечно, все. Тут начнется со статистики. Вот о том, что Чили, Кочи, Венесуэлы по каким-то показателям. Заметьте, имеется в виду не уровень жизни, не качество жизни, а ВВП и уровень инфляции. Это во всем мире принято это называть уровень ВВП, но это ни о чем не говорит. Уровень ВВП говорит только об уровне ВВП, то есть о том, как люди питаются, насколько доступны медицина и образование, это не говорит ничего абсолютно, равным счетом. Ну, здесь все индексы качества жизни, сколько? Ну, здесь мне подчиняло абсолютно. Ну, да, странно. Это полигон для неолиберальных реформ. То есть, напомню историю, в 71-м году к власти приходят деловые генералы, то есть обеспокоенные марксистской заразой в Чили. То есть приглашают к себе специалистов из зарубежа, в частности Милтона Фридмана с его птенцами, которых называли чикавским мальчиками, которые объясняют ему популярность, что надо все приватизировать, абсолютно все. И дать свободу всем предпринимателям. Путин, потом выясняется, что это плохо, когда все приватизировано. Некоторые предприятия начинают возвращаться в собственное государство. В общем, к концу правления Пиночета было национализировано больше, чем при Алиэнде. Что в итоге-то? Даже назвали это чикавским путем к социалистам. То есть, кстати, вот эти уже экономические меры дали тот самый, ну, экономический рост, который сейчас приводит в пример. Вот, видите, Чили. Чили действовала как раз не так, как нужно, по идее. Приводится еще пример, ну, роста, появление больше богачей, миллионеров. Ну, потому что, по-моему, миллионеров и убедить. Поскольку, жутко, то есть, ну, кладите попасть в эту часть. Появились торщобы, возросло социальное неравенство жутко, деградировала социальная сфера, культурная жутко деградировала. Поскольку занималось все связанное с морфизмом, или могучее быть с ним связано, то были очень жестокие репрессии. Судили, был террор. Был террор, который, численность которого постоянно преуменьшается. Говорят о пяти тысячах, на самом деле, тридцать тысяч в целом. Это считают тех, кто пропал без вести. Что уже после диктатуры считали тех, кто погиб или был расстрелян. Они там тысячами в океане людей топили. Поэтому, да, цифры гораздо больше были. Один только чёрный, чего стоил. То есть, именно Чили, наряду с Нью-Йорком, кстати говоря, стали называемыми полигонами государства и один город. Которые испытали на себе все прелести. Откуда этот образ Нью-Йорка, как заседанного с плохими черными гангстерами, бедные дни, гидридними, гидридними. Гарлемом, это именно с 70-х годов. То есть, когда Новый Мэр решил поповривать в локальных масштабах вот такой ужин, как свободный рынок во всём. Приватизация социальных сфер. Общество транспорта, социалки и того сего. Так, ну, Венесуэлло понятно только почему сделано. То есть, как наиболее ненавидимый такой объект. Страна тоже, в которой... Обычная, типичная латиноамериканская страна, сырьевая банановая республика. В 90-е годы тотальная приватизация после стадемографических правительств. Рост, опять же, социального неравенства, рост непостоянной занятости, так называемой, прикарной. Когда человек работает один день там, другой день. Раста рабочих, по правилам, большинству. Массовая неграмотность, рост фавел, торчок. То есть, в 2001-1998 году приходит полковник Чавес, который начинает очень так, планировка какие-то реформы минимальные. Рост социального... Ну, необходимости повышать социалку, частичная национализация, пока его всего своего не воспринимают. И уже к середине нулевых годов мы имеем достаточно такой альтернативный проект. Пускай не капитализму, но внутри капитализма. То есть, как называют его, народный капитализм. И вроде бы ничего особенного, но это вызывает уже такую ярус правящих классов, что в 2001 году первая попытка госпереворота, которая была поддержана официально Соединенными Штатами, тамошними каналами, их информационными службами, их дипломатической миссией. И ни к чему не привело, поскольку просто масса вышла на улицы. И загнали солдата назад. Да, то есть, и до конца армия особо не стремилась. То есть, он потонул, собственно, противоречий. Не было четкого плана. Это было жесточенье с правящим классом, что что-то сделать, что катимся в тра-тра-тра-ры. Ну, пособых последствий для них это не имело для органитетеров переворота, что в Верховный суд Верховный суд Чили большинство голосов приняло, что ничего страшного. Венесуэль. А в Венесуэльский суд приняло, что ничего страшного, да. Уже впоследствии, честно, может, слышали такую тему, обвиняли его в том, что он приватизировал, закрыл какой-то канал позиционный ему. Приватизировал, типа, вот, кровавая диктатура. Хотя, на самом деле, тот канал, который он, и участвовал против него в перевороте, и четыре года после этого существовал нормально. Ему просто не продлили лицензию. Надо просто удивляться его терпению. И все телевидение принято к частным лицам. Кроме какого-то государственного канала, скучного, как всегда. То есть по этим газетам и телеканалам говорят, что Чавеса надо убить, что он грязный индейец. То есть очень популярный этот вот креольский расизм. То есть апеллировать к тому, что его поддерживают индейцы, Чавеса. То есть в газетах призывы к военному перевороту, то есть не знаю, какая страна стала бы терпеть такую демократию. Тем не менее, у всех либералов, то есть оппозиционных, это вот, когда говорит Чавес, ну, у него проблемы с демократией. А что у него проблемы? Она называется. То есть в Колумбии проблем с демократией нет, они считают. Там, где убивают профессиональных лидеров и независимых журналистов. То есть прочнее получилась вся вот там масса либералов, как правящих, находящихся власти, так и оппозиционных. То есть для них он кровавый диктатор и все такое. Хотя нет ни одного политзаключенного, нет тем более никаких массовых расстрелов, но есть активное сопротивление правой оппозиции. То есть и нападение на штабы Чавеса, сторонников Чавеса при приезду миссаров из Колумбии, которые участвуют в массовых демонстрациях, в беспорядках. То есть здесь очень такая нарисована картина, она понятна почему. То есть просто изумляет свои наглости. Так, ну, свободный рынок, я уже как объяснял. То есть они называют страну, объясняют экономической свободой. Дело не в экономической свободе, дело в том, какое место они занимают в мировой экономической структуре, в миросистеме. Понятно, что в Штатах этого больше не идет. Дело не в особенности в свободе экономической, но это и правоцинизм очень сильно развит, а в том, что они являются мировым гегемоном. То есть к ним стекаются большинство инвестиций, ну, в сиденье, с этих стран. 90% всех ТНК в мире, это находится на чередах с юных штатов, гражданства. Вот сейчас это ТНК, то есть транснациональные. То есть на них нет, что ни страны проживания в него. Она есть, это как право с юными штатами. И 10% уже дают другие. То есть, ну, еще просто по этому ролику, я не знаю, то есть, если кому-то показалось убедительным, я готов... Ну, не по этому ролику, а вытекающий, да? Допустим, вот, в принципе, мне кажется, что социализм, да, при существующем уровне производства и потребления, в принципе, невозможно. Социализм? Да, то есть, я не веду то, что машины, допустим, да, на ойл, как нефть. Ну, то есть, понятно, что эти ресурсы, в принципе, ограничены, да. То есть, не знаю, мне просто нужно... Все равно, в любом случае, необходим переход на более... То есть углеводородное топливо... А я с этим... Просто мне не хватило ни времени, ни, как бы, не ставило задачи сказать, что... Безусловно, то есть, переход к альтернативным источникам топлива, возможно, отказ от частного автомобиля, в принципе. Только очень такой сомнительный вид транспорта. То есть, если дать его каждому, ну, всему населению Земли, то есть, это будет не жизнь. То есть, стяжение потребления, как такового, скажешь, не стяжение, а рационализация потребления. То есть, да, я это просто не пояснил. Но на счет того, что... Ни хватит ресурсов абсолютно не так, то есть, чем отличается современный голод массовый на планете Земля? Тем, что, в отличие от всех предыдущих эпох, это не то, что его нету еды этой, не хватает, а то, что отсутствие для... То есть, наличие частной собственности. То есть, еда есть, но ее не раздают бесплатно. Она недоступна именно по финансовым причинам. Средневекой голод — это голод. То есть, просто нет пищи, еда нету, скорее всего. Потому что нет ЕГЭ, потому что денег нету. Логов. Ега есть? Потому что еда кому-то принадлежит. Она не существует сама по себе. Кому-то принадлежит. То, потому что ее купить, а кто принял. И современные технологии в разных областях вполне позволяют удострить все основные требования всего человечества. Погребляем на пищу, чистую воду, жилье и образование, и травоохранение вполне. То есть, отменим, я вы свечите, вполне нету, нету, абсолютно. Это цифра. То есть, чтобы исправить голод на земле, это надо, кажется, 4 миллиарда. Это вот цифра ООНа, там, посмотреть. А распечатать, что население земли чистой водой и вообще коммуникациями водными — это 2 миллиарда. Причем, военные закрадцы США в год — это 800 миллиардов. Товарищи изделия — 350, кажется. Около 200 на косметику и все такое. То есть, цифра... всем миром бросим курить и быстренько наладим чистую воду. Так что ты делаешь? Это именно кто вот такой? Мы не станем краситься. Да. Никто этого не позволит. Никто этого не позволит. Никто это безвозно. И дело не в том, чтобы перестать пользоваться тем или иным, а в том, чтобы имеющееся средство перенаправить на траве и нужность. Только и всего. Естественно, никаким революционным путем сделать нельзя. Только силы или угроза силы. Ну, еще вот, допустим, социалистический утопизм. То есть, что это с Мором. Где, в принципе, да, присутствует картина социализма, но при этом есть рабы. Ну, как бы рабы. То есть, те, либо их захватили, либо это те, которые вот девят на передень. То есть, кто против этой делаки. Ну, собственно, Маркс, он был не первым заставить, естественно. И, собственно, в чем его новость? Он пришел на отрицание всего предыдущего опыта, всех утопий. То есть, когда говорят, основная часть членов партизма, называют немецкую идеологию, то есть Гегель и Фейербах, английскую политэкономию, Адам Смит, Рикардо и французский утопизм. Ну, французский причем. То есть, Сан-Симон, Фриер. То есть, даже, да, то есть, Маркс сказал, что Фриер был первый автор, утопист, который показал, чем отличается старое общество от нового. То есть, Томас Амур, он, по-моему, даже не правил расчет. Томас Амур – довольно реакционная фигура, которая, конечно, входит в число святых в католической церкви. То есть, у него было, впрочем, много разных своих катараканов в голове. Как у всех прочих утопических социалистов, до Марксовых. То есть, Смир Фриер считал, что уборка туалетов будут заниматься дети. Потому что детям нравится копаться в грязи, естественно. Для нас это просто неактуально в век умного дома и всех этих технологий, естественно. Редактор субтитров А.Семкин